Вы не против, если я закурю? Закурить, конечно. Здравствуйте. Если можно, представьтесь. Руслан меня зовут. Вы из? Я из Жанковского района. Значит, Крым. Джанкой, да, Крым. Вопрос у меня. Я всем крымчанам с дым один и тот же вопрос. Меня как молдаванку сильно волнует наша президентша на крымской платформе выступает за ваше освобождение. Так интересно. Надо постараться не смеяться. Серьезный вопрос. Да нет, вопрос серьезный, да. Она от всего нашего молдавского народа выступала на крымской платформе. Объясняла, что вы оккупированы, что вас надо освобождать. И тем самым, в принципе, как мы понимаем, да, это как оно и есть на самом деле, она навлекла серьезный гнев Российской Федерации в нашу сторону. То есть мы имеем, скажем так, вместо того, чтобы налаживать связи с Российской Федерацией, что нам жизненно необходимо уже, это мое добавление, да, вот. А нам вместо этого, у меня такое ощущение, что немножечко попортило эти все связи. У меня к вам вопрос, Крымчанин. Крымчанин, насколько вам важно вот эта наша поддержка, ну, уже наша, потому что она от нашего имени выступает. Я уж тут не соскочу, да, хочешь не хочешь. Вот как вы ждете освобождения, не ждете, как наша поддержка вас вдохновляет? Вам холодно. Вы знаете, ну, эта поддержка из уст вашей президентши, ну, так не говорят президента, из уст вашего президента. Не-не-не-не-не, по нынешним канонам даже у нас сейчас пришло распоряжение, даже в румынском языке поменяли и все вот феминизмы вставили. То есть у нас теперь не президент, она, а президентка. А, вот так. Ну, слава богу, слава богу. Так что можно ее назвать президенткой? Президентка, президентша, ну и так далее. Ну, замечательно. Мне это очень льстит, что аж целый президентка, целая, беспокоится о нашей судьбе. Вот. Нам, крымчанам, это очень приятно, очень приятно. Освобождение, нас освободить. Ну, украинская армия не захотела нас освобождать, она убежала. Что может сделать вот какая-то женщина, президентка? Одна. Тем более, с молдавской армией, если украинская армия убежала, то молдавская армия... Я имею в виду, как моральная поддержка, как, я не знаю, но вообще, как вы реагируете на русскую платформу и на присутствие там президентов, которые выступают от имени всего народа? Ну, это печально, честно говоря. Печально. Вот печально то, что вот такие люди, которые прозападные, проамериканские, и они выступают от имени всего народа, вот того народа, который был с нами вместе, единым народом. Вот то, что мы были едины. И эти люди помнят это все. Люди помнят. Вот люди нашего поколения, они помнят, как мы были едины. И далеко не все люди за то, чтобы разорвать какие-то связи. Далеко не все. Ну, конечно. Поэтому... Она брала большинство, а у нас демократия, поэтому она выступает от имени нас всех. Хошь, не хошь. Ну, я считаю, что все равно надо... Ну... Я думаю, нам надо все-таки быть ближе, наводить мосты и быть ближе нам, народу. Народам нашим. Вот то, что там президентка говорит, пусть она там себе мелит, что попало. А я считаю, что молдавский народ, и россияне, и русский народ... Вот я служил в армии, я служил. И молдаван у нас было достаточно, так это скажем, немало. Немного, конечно, потому что народ немногочисленный. У вас прямо живет немало молдаван? И это были ребята замечательные. Я их до сих пор помню, я их обожаю. Это хорошие парни были, хорошие пацаны. Вот я бы сейчас встретился с ними, с уроки. И все-таки возвращаемся к этому вопросу. Нужна ли вам такая поддержка? Нет, такая вот, вот именно такая поддержка, как освобождение, нет, не нужна, конечно. Ну, конечно, не нужна. Ну, зачем? Ну, это устроили, собрали вот эту вот клоунаду, устроили. Ну, это так, это несерьезно все. Это настолько несерьезно, что даже, я не знаю, ну, и не смешно, в общем-то. Это печально, это печально, потому что печально смотреть, когда вроде бы грамотные люди говорят такую чушь. Ну, вот это мне важно, знаешь, мне донести, во-первых, мне самой понять, да, ну, как бы я, может быть, понимаю, ну, мало ли вдруг, знаешь, действительно важно, а мы тут как бы на нее гоним, что-то такая-сякая. Нет, 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 мы уже освобождены, мы вышли из подоккупации 23-летней, поэтому нам уже ничья помощь не нужна. Мы с Россией, мы сильны, нам помощь не нужна. Ну, да, вы такие хитрые взяли, присоединили к себе Россию, блин, я понимаю, что вышел, что вы. Мы оккупировали Россию, да. Вы такие, да, шустрые пацаны. Сейчас, смотрю, Белоруссия хочет наложить лапу на Россию, тоже присоединить хочет по себе. Так постепенно и соберемся все опять. Не, ну, я тоже считаю, что, в принципе, нам обязательно нужно возвращаться, да, к тому, что... Я не говорю к тому, что было, знаешь, потому что, ну, никогда нельзя повторить ничего, да. Нужно просто идти дальше и понимать свои, как говорится, перспективы, свои выгоды, свои какие-то, там, я не знаю, ну, блядь, ну, вот так вот сраться с теми, с кем жил вместе, я не знаю, столетиями, там, отношения какие были, это... Сколько бы мы ни шли на Запад, мы все равно возвращаемся на Восток. Сколько бы мы ни шли, у нас даже был период, знаешь, когда... У нас, короче, это, блин, когда это было, то еще до того, как Молдова вступила в Российскую империю, что ли, в общем, какой-то исторический период, знаешь, давний еще. Вот, еще до, до, как позапрошлый век, когда, знаешь, обозы шли, вот у нас, ну, они же все время двигались там в Молдавии, знаешь, народы туда-сюда ходили. И, значит, им не разрешали идти в сторону России, а они днем делали вид, знаешь, они шли медленно в сторону, как бы, Европы, а потом ночью быстро-быстро-быстро-быстро сюда. И получалось так, что они днем проходили 5 километров сюда, а ночью 10 километров сюда. И вот так вот потихоньку-потихоньку, знаешь, стали на России двигались, да. Вот такое было, это уже зафиксировано было. Вот таким вот образом, понимаешь, и вот это, в принципе, такой вот менталитет наш, знаешь, он, так он и до сих пор, и так он и продолжается, знаешь, вот как бы народ хочет туда, а правительство приходит там какой-то маленьким процентом и давай двигать сюда, понимаешь. А народ опять туда, а эти сюда. И вот этот разрыв, вот это бесконечное, понимаешь, вот такое бурление Говенка, да, мы уже определимся, я не знаю. Ой, никогда, наверное. Я считаю, вот, надо просто развивать нам народную дипломатию, вот народную. Вот благодаря, кстати, чат-рулетке это очень сильно развивается. Ну, я вот именно за это, для этого я и свой блог завела, понимаешь. Да, 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 я вижу, я вижу, вот очень много людей работает именно на это. Ну, вот и... У меня же не работают, а вот лично меня, вот я чувствую, да, так изнутри, что я как будто, ой, должна это сделать. Потому что когда я была молодая, дурная, да, у меня мысли были совсем в другую сторону. И когда вот этот бардак происходил, там, либо молчала, либо, знаешь, ну, то есть не обращала на это внимание, а вот именно, именно благодаря моему поколению, да, которое было ни рыба, ни мясо, ни тудом, ни судом, которые понятия не имели, что им надо, и туда, и не задумывались об этом, скорее всего, это все, и как будто такое произошло. Ну, ладно, будем, как говорится, пробовать исправлять. Да, я думаю, все исправим, все равно все исправим. Спасибо. На зло, да, подумал, на зло всем. Спасибо. Мне главное, действительно, вот, чтобы как можно больше мнений крымчан, вот я сколько буду с крымчан, столько буду задавать один и тот же вопрос. Вам надо? Наша поддержка. То есть мы вот за что наратуют? Да наратуют за освобождение Крыма, понимаешь? Ну, какого? Освобождение Крыма, это же не условное какое-то обозначение на карте, это люди. Да, да, да. А ты у этих людей спросила, которые живут в Крыму, им это надо? Нет, пусть она спросит, мы скажем, что нам надо. Я за нее эту работу провожу, я спрашиваю. Да, да, нет, она если спросит, мы скажем, нам надо быть вместе с молдавским народом, с людьми простыми. Нам не надо быть с ее мировоприятием. Понимаешь, вот, вместо того, чтобы общаться с Украиной на предмет, почему нас, молдаван, через Украину не пускают в Крым, вместо того, чтобы пробивать, как говорится, эту дорогу нам, да, она, смотри, что делает. Вот, понимаешь, с Украиной, да, у нас много есть проблем с Украиной. Они там, где Днестр строят что-то, у нас Днестр милеет из-за них. Понимаешь, у нас много есть с ними проблем. Вот, и там, и географически, мы же рядом соседи, от соседей ты же никуда не уйдешь, понимаешь. Вот, вот это надо решать, а она, посмотри, что решает. Вообще, я, честно, ну, это дурдом, понимаешь. Вот текущий момент, и потом, опять же, тот газ, понимаешь, через тот газопровод, еще, еще, еще. Да, да, да. Много вопросов, которые у нас есть с Украиной. У нас там есть какие-то траблы там, ну, в общем, есть, о чем говорить. Она, блин, освобождает Крым. Ну, вот, ну, я не знаю, да, это странная женщина, конечно, очень странная. Если сказать более грубо, ну, о женщинах грубо, я не буду говорить. Нет, 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 она, тем более, она у нас такая симпатичная. Она правда хорошая. Да, она симпатичная, да, ну, да, ну, женщина симпатичная, но неразумная, да. Это бывает. Да, бывает. Вот, ну, дело в том, что вот когда даже она, вот она изначально, когда пришла к власти, она сразу против России поперла. Сразу же. Сразу там и войска из Приднестровья вывезли. Причем она, когда нашла ее предвыборное обещание налаживать связи с Россией. Да, 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 да. А потом она повернует. Слушай, и ты знаешь, при всем вот этом, что они, как бы, да, заявляют, но я смотрю на действия, ну, у меня все-таки есть какой-то луч такой, знаешь, потаенной надежды, что все-таки они будут налаживать. Потому что наша премьерша поехала на СНГ, да, а у нас, в принципе, правит и премьера, у нас парламентская республика. Вот, и наша премьерша поехала там на СНГ, впервые она участвовала. Участвовала, знаешь, ну, она как наблюдатель, там, плюс, ну, как бы, участвовала в этом заседании, в этом группе СНГ. Вот, потом она... Они, значит, с «Газпромом» подписали длительный контракт, несмотря, как говорится, ни на что, да, несмотря на... Ну, то есть, в принципе, ее заявления, ее действия, они немножечко... Ну, посмотрим, черт его знает, как оно там будет. Но мне важно мнение крымчан. Надо вас освобождать или нет? Потому что это все-таки ваша территория. Нет, освобождать не надо, но быть в дружеских отношениях с Молдовой нам обязательно надо. Обязательно. Спасибо. С народом, с людьми обязательно. Спасибо большое. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.